Видеорасследование, которое провел Алексей Спирин, президент Федерации велоспорта региона, широко разлетелось по социальным сетям. На кадрах видно, что новый памп-трек, установленный в сквере московского микрорайона, требованием не отвечает. Здесь и железные элементы должны быть деревянные, и сколы, и зазубрины. В общем, все то, что приведет спортсмена в травмпункт. Нашел Спирин и интересные моменты в конкурсной документации. И на 10-й странице мы видим план размещения. В комментариях к плану указаны габариты объектов, их количество, материалы изготовления, небольшое описание и производитель. Как раз в столбце «Производитель» указана компания ООО «ФК РАМПС». Проект этого пампа они реализовывали, например, в Москве. И можно посмотреть его фотографии. Вот так выглядит памп-трек от «ФК РАМПС». А это то, что стоит у нас в московском микрорайоне. Разница очевидна. Но чтобы окончательно убедиться, производила ли питерская компания памп-трек для нашего города, я написал письмо руководителю отдела продаж «ФК РАМПС» с вопросом, «Занимались ли они изготовлением данного пампа у нас в городе?» И прикрепил фотографии. Он ответил. Памп не наш, конечно. Обращения по этому объекту были, но, видимо, кто-то решил сэкономить. Кто именно решил сэкономить, неизвестно. Стоимость памп-трека 1 миллион 800 тысяч рублей. Выполнял его производитель, который прежде подобного не делал. Не посмотрев требования, все смастерили металлическим, антивандальным. Так как форма изогнутая у трека, уголок нельзя сделать сплошным, из-за этого получаются углы острые, и при падении здесь можно получить рваную рану. Власти на расследование отреагировали достаточно оперативно и вызвали из города Киров подрядчика, который памп-трек произвел. Предполагается, что железного быть не должно, потому что даже в сертификате соответствия идет ссылка на ГОСТ. ГОСТом не предусмотрено железное. Мне, как человеку, который экстремальными видами такими спорта не занимается, скейтами, велосипедами, понятно, что падать виском, что железный, что деревянный, наверное, одинаково неприятно. Вот первый вопрос, значит, железный уголок. Второй вопрос, который мы разбираем, это, значит, качество сборки, не плотно подогнанные панели. Владимир Шарыпов обязал подрядчика нарушения устранить до начала велосезона, то есть до весны. А пока памп-трек от посетителей и закрыть. Будут устраняться дефекты фанеры, потому что видно, что на некоторых элементах она с завода уже пошла некачественно, мы ее заменим. Соответственно, все, что будет написано, придем к консенсусу, ну, уже пришли к консенсусу, и все будет устранено. То есть фанера, уголки, элементы. Наша задача была рассказать, во-первых, что памп-трек, ну, любой оборудование должно быть безопасным для спорта и активности, и второе, чтобы он выполнял свою функцию. А функцию памп-трека – это безостановочное движение по нему, специальным движением прокачки этих кочек. Здесь этот функционал нарушен, его пройти полностью круг нельзя, приходится останавливаться на одной из кочек, и контруклоны, элементы в поворотах называются так, а они тоже не совсем имеют верную геометрию, об этом мы указали в письме, какую геометрию они должны иметь. Замена подрядчиков – вполне обычная практика, но вот эти нарушения – из ряда вон. Тем более официальные комментарии более чем оригинальные. Почему железные они вырезаны? Железные, потому что так получилось. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.